Ой, давай я в этой позе расскажу еще про фридайвинг и секс, в такой более вальяжной. Так вот, фридайвинг и секс. Одна моя подруга сказала, что у всех этих фридайверов нижняя чакра разболтанная, с такой некоторой обреченностью. Ну, с какой стороны подойти, не знаю, есть много точек рассмотрения этого вопроса. Например, известный нам товарищ, ладно, не будем в столь интимной теме называть имен, но, скажем так, один мой друг сказал, что он не занимается сексом перед соревнованиями, потому что у него забиваются ноги, а ему ж нырять на следующий день на чем-то. Вот, так что это вывод номер раз. Вывод номер, точнее, не вывод, а рекомендация, а номер два. Из классических видов спорта известно, что девочкам перед стартовым сексом заниматься хорошо, а мужчинам не очень. Связано это с уровнем гормонов, с тем, что одни их тратят, другие их приобретают. Фридайвинг не совсем, конечно, стандартный вид спорта, но, наверное, могу сказать, что здесь тоже эти законы действуют. В плане увеличения или понижения либидо, либидо, как правильно? Желание, назовем его так. Ну, наверное, все-таки фридайвинг такой хороший, мощный аферодизиак. По разным причинам механизм можно исследовать. И, наверное, одна из интересных тем. Займемся этим. С энергетических точек зрения, да, то же самое, можно сказать. Фридайвинг повышает желание, потому что вот эта наша нижняя базовая чакра, она начинает бурлить энергией. Ну, в общем, что я рассказываю. Приходите, попробуйте фридайвинг, а потом секс. Но это мы уже не предоставляем. Это только первая часть. Редактор субтитров А.Семкин